Епископ Игнатий Бринчанинов Древо, имеющему листья, но не имеющему плодов. Древо, покрытое плодами, украшается и зелень, и листьев. Так и душеназидательное слово истекает само собой из человека, имеющего добрые дела. 2. Осуждаемся мы не за то, что входят в нас помышления греховные, но за злоупотребление ими. По причине помышлений подвергаемся кораблекрушению, и по причине помышлений получаем венцы. 3. Не имей близких и частых отношений с мирянами, не имей знакомства с женщиною, не имей свободного обращения с отроком. 4. Брат вопросил старца, что делать мне? Многие помышления беспокоят меня, и не знаю, каким образом отразить их. 5. Старец отвечал, не борись против всех помыслов, но против одного, потому что все помышления у каждого монаха имеют одну, какую-либо главу. 6. Необходимо рассмотреть, в чем состоит эта глава, и бороться против нее. Тогда подавятся и остальные, зависящие от нее помышления. 7. О греховных помышлениях сказал некоторый старец. 8. Умоляю вас, братья, будем подавлять греховные помышления в самом начале их, подобно тому, как подавляем греховные дела. 9. Некоторый брат спросил старца, как обрести мне Бога? Постом ли или трудами, или бдениями, или милосердием? 10. Старец отвечал, исчисленными тобой добродетелями и рассуждением. 10. Истинно говорю тебе, многие удручили подвигами плоть свою, но, сделав это без рассуждения, отошли из дешней жизни без всякого плода, без всякого приобретения. 11. Наши уста смердят от поста. 12. Все Писание мы знаем наизусть. Писнопения Давида столько усвоили мы себе, что они сделались как бы нашим произведением. 13. Но не имеем того, чего требует Бог от нас. Смирение. 14. Брат сказал некоторому отцу. 15. Если случится мне отяготиться сном, и я просплю время псалмопения моего, то душа моя, объятая стыдом по этому поводу, уже не хочет исполнять дело своего. 15. Старец сказал на это. 16. Если случится тебе проспать даже до рассвета, и в таком случае, когда проснешься, встань, затвори двери и окна твои, соверши твое правило. 17. Потому что Писание говорит от лица человека Богу, твой есть день и твоя ночь. 18. Бог словословится во всякое время. 19. Иной человек, употребив много пищи, еще чувствует позовно пищу, а иной насыщается немногим количеством пищи. 20. Большую не имеет мзду тот, кто, поев много, пребывает еще не насытившимся, нежели тот, кто, поев мало, чувствует себя насыщенным. 21. Если случится между тобой и ближним какое-либо неприятное слово, и ближний начнет отказываться от этого слова, утверждая, что он не говорил его, то не войди слова принять с ним, не скажи «ты сказал», потому что он этим очень смутится. 22. Монах не должен даже слушать злоречия, не должен говорить худое о ком бы то ни было, не должен соблазняться ни на кого. 23. Если брату, безмолвствующему в келье, взойдет на сердце какое-либо слово, а брат, обращая это слово в уме своем, невозможет постигнуть слово по причине высоты его, и не будет научен Богом, то приступают демоны и превращают перед безмолвником значение слова, как хотят. 23. Замечание очень важное. Апостол воспрещает мудрствовать более, нежели подобает мудрствовать. 24. Нарушение этого завещания, римлянам 12.3, непременно вводит в заблуждение и в заблуждение высокоумие и самомнение в область демонов и в подчинение им. 25. По этой причине для монаха часто бывает очень полезным отречение от знания, несущественного и нужного для спасения, блестящего более одной любознательности, сводящего с тесного пути смиренно мудрия на широкий путь высокомудрия. 26. Сказал старец, прежде, когда мы собирались вместе для беседы и говорили о полезном для душ наших, то подымались выше и выше, восходили на небо. 27. Ныне, исходясь, занимаемся пересудами и злоречием, влечем один другого в пропасть. 28. Если наш внутренний человек трезвится, то это трезвение может охранять и внешнего человека. 29. Если же мы не имеем внутреннего трезвения умной молитвы, то постараемся все усиленно наблюдать за языком нашим. 30. Необходимо заботиться о стяжании духовного делания умной молитвы. 31. Непрестанно должно иметь монаху занятие в келии своей. 32. Если монах упражняется в деле Божием, то дьявол, приходя к нему по временам, не находит к нему удобного пристанища для себя. 33. Подобно этому, когда дьявол возобладает монахом и поработит его себе, приходит часто святый дух к монаху. 34. Но не находя в нем места по причине порочности его, отходит. 35. Сказали старцы, если увидишь юношу, последующего своей волей и восходящего на небо, то возьми его за ногу и не звергни на землю, потому что такое восхождение на небо пагубно для него. 36. Пророками написаны книги. 36. После пророков пришли отцы наши, совершили на деле многое написанное в пророчествах, и, описав деятельность свою, оставили эти писания для наставления наследникам своим. 37. Наступило нынешнее поколение. Оно переписало эти писания на бумаге и пергамине и положило на окна без всякого употребления. 38. Сто. Говорил старец, куколь, которую носим, есть образ невинности, клобук на голове и плечах, и есть знак креста, пояс, которым опоясываемся, есть знак мужества. 39. Итак, будем проводить жительство соответственно значению одеяния нашего. Мы никогда не впадем в расслабление, если будем ревностно исполнять требуемое одеянием нашим. 40. Монах должен ежедневно, утром и вечером исследовать самого себя, что сделано им согласно и не согласно воле Божией. 41. Поступая таким образом, монах должен проводить всю жизнь свою в покаянии. 42. Так жил Авва Арсений. Потерявший золото или серебро, может найти вместо потерянного другое. 43. Воин и охотник, отправляясь на дело свое, не думают ни тот, ни другой, получат ли они раны или останутся невредимы. 44. Но каждый из них подвергает опасности жизни для своей цели. Таков должен быть и монах. 45. Никто не может повредить тому, кто находится возле императора. 46. Так и сатана нисколько не может повредить нам, если дух наш будет прилеплен к Богу. 47. Говорит Писание, обратитесь ко мне, и обращусь к вам. 48. Но так как мы часто увлекаемся превозношением, враг легко не извергает окаянные души наши в плотские скверные страсти. 48. Брат сказал некоторому старцу, никакой брани не вижу в моем сердце. 49. Старец на это, ты подобен четверовратной храмине. 50. Всякий, хотящий войти в тебя, входит, откуда бы он ни пришел, и всякий, хотящий выйти, выходит, куда хочет, а ты не понимаешь, что делается в тебе. 51. Если б твои двери затворялись и запирались, и ты не позволил бы посредством их входить в тебя по мышлениям греховным, тогда бы ты увидел стоящих вне и борющихся с тобою. 52. Некоторому старцу говорили по мышлению его, оставь сегодня, завтра займешься принесением покаяния. 53. Он отвечал по мышлению, нет, сегодня займусь принесением покаяния, завтра что Господь устроит по воле своей. 54. Если не будем осторожно вести себя по внешнему человеку, то невозможем сохранить и внутреннего человека. 54. Три силы сатаны предшествуют всем грехам. Первое – забвение, второе – нерадение, третье – греховное вожделение. 55. От забвения рождается нерадение, от нерадения – преступное вожделение. 55. Человек, увлеченный греховным вожделением, падает. 56. Если ум столько будет трезвен, что воспротивится забвению, то он не впадет в нерадение. 56. Если не вознерадит, то не подчинится вожделению. 57. Если не подчинится вожделению, то никогда не падет с помоществуемой благодатью Христовою. 57. Постарайся приучиться молчанию. Не помышляй ни о чем суетном. 58. Занимайся внимательно в страхе Божьем, поучением твоим умную молитвою. 59. И в бодром состоянии и успокаиваясь сном. 60. Совершая это, не убоишься нападения лукавых. 110. Сказал старец некоторому брату, дьявол есть враг твой, а ты дом. 61. Враг не пристает бросать в тебя всякий ссор, какой бы ни нашел, ввергая в тебя всевозможные нечистоты. 62. Но ты тщательно извергаешь себя, влагаемая им. 63. Если же вознерадишь, то дом твой наполнится ссором, и тебе невозможно будет войти в него. 64. С самого начала, когда дьявол начнет засорять тебя, ты постепенно выкидывай ссор, и дом твой пребудет чистым благодатью Христовою. 64. Когда завяжут животному глаза, тогда оно ходит по колесу мельничному. 65. Если же не завязать ему глаза, то оно не будет ходить по колесу. 65. Таким образом и дьявол, если возможно закрыть очи у человека, то ввергает его во все виды греха. 66. Когда у человека глаза открыты, он удобно избегает козни дьявола. 66. Брат, безмолвствовавший в келье, пришел к одному из отцов и исповедовал ему о побеждении своем помыслами. 67. Саис сказал на это. 68. Ты поверг на землю великое оружие, страх Божий, и взял в руки слабую тростниковую ветерь, препирательство с греховными помышлениями. 69. Оставь ее. Вооружись огненным мечом, страхом Божиим. И когда приближится к тебе греховное помышление, то огонь страха Божия попалит их, как хворост. 69. Страсти не могут преодолеть тех, которые имеют в себе страх Божий. 70. Если прежде не возненавидишь, то невозможешь возлюбить. 71. Если не возненавидишь грех, то невозможешь быть делателем правды, как говорит Писание. Уклонись от зла и сотвори благо. 72. Для всего этого требуется произволение. Адам, находясь в раю, приступил к заповедь Божию, а Иов, сидя на гноище, сохранил ее. 73. Из этого следует, что Богом взыскуется от человека благое произволение, чтобы человек постоянно сохранял в себе благое произволение. 74. Прилежная молитва скоро исправляет ум. 75. Как невозможно видеть лицо свое в возмущенной воде, так невозможно и душе, если она не очистится от чуждых помышлений, достичь духовной молитвы. 76. Духовную молитву и называется молитва благодатная, когда ум по причине чистоты своей и всеселого устремления к Богу сподобится соединиться Святому Духу и вступит под водительство Святого Духа. 76. Говорили старцы, если брат имеет доверенность к старцу и вдаст себя ему в послушание, с такого брата уже не взыскивается исполнение заповедей Божьих по его разумению. 76. Но он должен отречься от всей воли своей перед своим духовным отцом. Повинуясь во всем, он не может согрешить пред Богом. 77. Сказал старец, Бог требует от христиан, чтобы каждый из них повиновался Священному Писанию. 78. Из Писания почерпал образы, форму для слов и дел своих и единомудрствовал с православными пастырями и отцами. 79. Говорили старцы, Бог ничего так не требует от новоначальных в монашеском жительстве, как подвига послушания. 79. Старец сказал, когда придет тебе помышление гордости или превозношения, ты исследуй совесть твою, сохраняешь ли все божественные заповеди, любишь ли врагов твоих, радуешься ли, когда возвышается и прославляется человек, действующий против тебя. 80. Огорчает ли тебя унижение его? Признаешь ли себя рабом негодным? Признаешь ли себя грешнейшим всех грешников? 80. Если же в противоположность этому ты находишься в таком настроении, что готов всех учить и исправлять, то знай, что это настроение Духа разрушает все твои добродетели. 120. Не вознеси сердце твоего над братом твоим, что ты выше его, трезвеннее, воздержнее, разумнее. Будь покорен благодати Божией в духе нищеты и нелицемерной любви. Не будь напыщен духом гордости, чтобы не потерять тебе труда твоего. Будь осолен духовной солью во Христе. 12. Почитаемый и похваляемый превыше достоинства своего терпит от этого вред. 13. Но тот, кого человеки вовсе не хвалят, прославится Богом. 14. Брат спросил старца, хорошо ли постоянно пребывать в покаянии? 15. Старец отвечал, видим, что когда Иисус, сын Новинов, пал лицом на землю, тогда явился ему Бог. 15. Старец на вопрос, почему так беспокоят нас бесы, отвечал, потому что мы отвергли оружие наше, самоукорение, смирение, нищету и терпение. 16. Старец на вопрос, в чем заключается смирение, отвечал, в том, если простишь брату согрешившему против тебя, прежде, нежели он попросит у тебя прощения. 17. Во всяком искушении не обвиняй человека, но единственное себя самого, говоря, это случилось со мной из-за грехи мои, сказал старец. 18. Никогда я не нарушал моего чина, не ходил в высоких паче меня. 18. Постоянно углубленный в смирение никогда не подвергался смущению. 19. Все помышления мои сосредотачивались в молитве к Богу, чтобы он совлек с меня ветхого человека. 20. Некоторый брат спросил старца, что есть смирение? 21. Старец отвечал, смирение состоит в том, чтобы делать добро тем, которые делают нам зло. 22. Брат возразил, если человек не достиг той меры, чтобы мог исполнить это, что ему делать? 22. Старец сказал, добегает людей, избрав свой подвиг молчания. 23. Говорили старца, когда подвергаемся искушениям, тогда должны более смиряться, потому что, Бог знает, немощь нашу покроет нас. 23. Если будем возноситься, то Бог отымет от нас помощь свою, и мы погибнем. 24. Сказал старец, лучше люблю побеждение со смирением, нежели победу с гордостью. 130. Не имей презрения к предстоящему тебе, потому что не знаешь, на ком почивает Святой Дух, на моем ли или на тебе, на мне, на нем или на тебе. 13. Предстоящим называю того, кто служит тебе. 14. Брат спросил старца, в чем заключается преуспеяние человека? 15. Старец отвечал, преуспеяние человека заключается в смирении. 16. Сколько кто погрузится в смирение, столько возвысится в преуспеянии. 17. Сказал старец, если кто, смиряясь, скажет, прости меня, тот опаляет демонов-искусителей. 18. Сказал старец, если стяжешь молчание, не подумай, что ты стяжал какой-либо добродетель, но скажи, я молчу, потому что недостоин говорить. 19. Сказал старец, лучше желаю учиться, нежели учить. 20. Так же сказал, не начни учить преждевременно, иначе во все время жизни твоей пребудешь недостаточным по разуму. 21. Некоторый старец, будучи спрошен, что есть в смирении, отвечал, смирение – дело великое и божественное. 22. Путь же к смирению состоит в том, чтобы человек возложил на себя иготелесных трудов, чтобы считал себя грешником, чтобы признавал себя низшим всех. 23. Брат спросил, что значит быть низшим всех? 24. Старец отвечал, быть низшим всех значит не обращать внимания на согрешения ближних, взирать непрестанно на свои согрешения, непрестанно молиться Богу. 25. Брат сказал старцу, укажи мне на какое-либо дело, исполняя которое я мог бы при посредстве его стяжать жизнь. 26. Старец на это, переноси благодушно, если возможешь оскорбления. Подвиг этот велик, он выше всех добродетелей. 27. Кто терпеливо переносит презрение, бесчестие и убыток, тот может спастись. 28. Не имей короткого знакомства с настоятелем и частых свиданий с ним. Из этого рождается дерзость и желание начальства. 29. Некоторому старцу сказали о том, что иные сподобляются видеть ангелов. 30. На это старец сказал, блаженны те, которые непрестанно видят грех свой. 30. 140. Спросил некто старца, почему имеющиеся ныне между монахами подвижники не получают благодатных даров, подобно древним? 31. Старец отвечал, потому что тогда была любовь, и каждый поднимал ближнего своего вверх. 31. Ныне любовь охладела, и каждый влечет ближнего своего вниз. 31. По этой причине мы не удостаиваемся получить благодати. 32. Сказал старец, я никогда не желал дела полезного мне и неполезного брату моему, веруя, что приобретение брата моего есть мое приобретение. 33. Слова Писания «За три нечестия, тирова и за четыре не отвращусь и его» имеет следующее значение. 34. Помышлять о грехе, соглашаться с помышлением, выражать словом греховное помышление. 35. Четвертое же – исполнить это помышление делом. В последнем случае уже не отвращается гнев Божий. 35. Амоса 1.9. Писание говорит «Праведник, как пальма, процветет». 36. Этим извещением изображается, что плод добрых дел высок, прям и сладок. 36. В пальме одна сердцевина, и вся внутренность ее белая. 37. Тоже обретаем и в праведнике. У него несложное, а простое сердце, всецело устремленное к Богу. 37. Белизна тела пальмы подобна в нем, а сияние веры. 38. Все дело неоправедно внутри его сердца. Там и меч его для сражения с дьяволом. 39. Соманитянина приняла Елисея по той причине, что не имела расположения пристрастного ни к какому человеку. 39. Соманитянина есть образ души, а Елисея есть образ Святого Духа. 40. Когда душа отступит от смешения с миром и его попечений, тогда приходит к ней Дух Божий, и она доселе бесплодная, соделывается способной к чадо рождению. 40. Некоторый брат спросил старца, должно ли ему употреблять пищу вместе с братьями, которых он намеревается посетить. 41. Вместе с женщиной, сказал старец, не позволяя себе употреблять пищу. 41. Страница 370. 42. Сказал старец, человек, имеющий смерть перед очами, постоянно побеждает уныние. 42. Хранящее в душе своей памятозлобие, подобен тому, кто хранит огонь в соломе. 43. Спросил брат старца, что значит грехи? 44. Старец отвечал, грехи значит, когда человек свои нарушения закона считает за ничто и покушается учить других. 45. Такому сказал Господь и Семер, вынь прежде бревно из глаза твоего, тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. 45. Говорили старца, когда Моисей входил в облако, то говорил с Богом, когда же выходил из облака, то говорил с народом. 46. Так и монах, когда находится в келье своей, то беседует с Богом, когда же выйдет из кельи, то приступают к нему демоны. 46. Сказал старец другому старцу, имевшему любовь и занимавшемуся страноприимством, как монахов, так и мирян. 47. Лампада светит многим, но для этого нужно, чтобы ее светильня была вожжена. 48. Некоторый брат спросил старца, Авва, окажи любовь, дай мне наставление, что мне собрать в юности моей, чтобы иметь в старости? 49. Старец отвечал, или приобрести Христа, и Он будет промышлять о тебе, или деньги, чтобы тебе не бессовать от нищеты. 50. От тебя зависит избрать или Господа Бога, или Мамону. 51. В Писании не сказано о нищем Лазаре, чтобы он имел какую-либо добродетель. 51. Видно только, что он никогда не роптал на богача, но с благодарением носил бремени щиты своей. 52. За это Лазарь принят на лона Авраама. 53. Нам не должно иметь никаких помышлений, кроме помышлений страха Божия. 53. Если кто принужден будет озаботиться о потребностях тела, никак не должен попустить себе размышлять об этом прежде времени. 54. Гнев возбуждается по четырем причинам. 55. По причине скупости, выражающейся в даянии, принимании и похищении чужого. 56. Если кто любит защищать собственное мнение. 56. Если кто хочет удостоиться почестей. 57. Если кто хочет быть учителем, думая о себе, что он разумнее всех. 57. Гневом омрачается ум человека в следующих четырех случаях. 58. Если человек имеет ненависть к ближнему своему. 59. Если ставит его за ничто. 60. Или если завидует ему. 60. Или если худо говорит о нем. 61. В доказательство этого привожу изречение святого евангелиста Иоанна Богослова. 61. Ненавидящий брата своего во тьме. 62. И во тьме ходит и не знает, куда идет, ибо тьма ослепила ему глаза. 62. Страсть гнева выражается четырьмя образами. 63. Во-первых, в сердце. Во-вторых, на лице. 63. В-третьих, языком. 64. В-четвертых, делом. 64. Если кто возможет перенести зло настолько, чтобы оно не вошло в сердце, 64. То страсть гнева не изобразится и на лице. 65. Если ж она у него выразится на лице, 65. Тот да сохранится, чтобы не выразить ее языком. 66. Кто выразит ее языком, тот, по крайней мере, да удержится, чтобы не выразить ее на деле. 67. Да подщится немедленно извергнуть из сердца. 68. В человеке бывает трех устроений по отношению к страсти гнева. 69. Кто произвольно не делает вреда никому, не поносит противников своих и щадит ближнего своего. 69. Кто действует по естеству, обновленному Христом. 69. Кто другим не вредит, но вместе не хочет, чтобы и ему делали зло, тот подобен Адаму. 70. Кто же вредит другим, кто бесчестит ближних, кто вводит их в напасти или кто требует лихвы, тот подобен дьяволу. 71. Насколько человек погрузится в смирение, настолько преуспеет и вознесется. 72. Гордость, если б приблизилась к небу, то не изводится даже до ада. 73. Так, напротив, смирение, если б не зашло до ада, оттуда возводится даже до неба. 74. Подвиг без смирения суетен. 75. Смирение предтечи любви. 76. Как Иоанн был предтечей Иисуса и всех привлекал к Иисусу, так и смирение привлекает к любви, то есть к самому Богу. 76. Некоторый брат спросил у старца, что есть смирение? 77. Старец отвечал, древо жизни, возрастающее до небес. 78. Некоторого старца спросили, каким образом душа может стяжать смирение? 79. Он отвечал, если она будет смотреть только на свои грехи. 80. Этот старец говорил, совершенство человека – смирение. 81. Некоторый брат сказал старцу, помышление мое говорит мне, что я хорош. 81. Старец отвечал, невидящий грехов своих, всегда признает себя хорошим, благим. 81. Тому же, кто веет свои грехи, не может прийти помышление, что он хорош, потому что он признает себя таким, каким видит. 81. Нужно много трудиться каждому, чтобы увидеть себя. 81. Нерадение, неведение и расслабление ослепляет очи сердца. 81. Монах тогда сделается свободным от всего, когда прилежит единственно благим деланием, инофискому умному деланию. 82. Дьявол, приходя к нему и находя его в занятии, благим деланием, не находит себе места в нем и отступает от него. 82. Если же монах занят чем-либо суетным и греховным, то дьявол, начиная часто приходить к нему, нападает на него, низвергает в худшее. 83. Великий старец сказал, нисколько не преуспевает и не стяживает постоянного истинного покаяния тот монах, который в течение нескольких дней подвизается, а потом впадает в расслабление, потом снова подвизается и снова позволяет себе нерадение. 84. Человек дотоле трудится, доколе стяжет в себе Христа, однажды, навсегда стяжавший его, уже находится вне опасности. 85. Однако ему предоставляется трудиться, чтобы он, вспоминая подвиг в состоянии смущения от страстей, всячески охранял себя, страшась потерять плод таликих трудов. 86. И сынов Израиля Бог водил по пустыне в течение сорока лет, чтобы они, вспоминая тяжесть путешествия, не захотели возвратиться назад. 87. Некоторый брат спросил старца, каким образом трудятся ищущие получить прощение в грехах своих. 87. Старец отвечал, прежде нежели осенит их благодать, которая подвизается, и своим подвигом заменяет их подвиг, они находятся в труде, бледностью покрыты лица их. 87. Цветут уже те, которых осенила благодать Христова за совершенное имя покаяния. 88. Души их находятся в радости, лица их светлые, как солнце, когда оно не закрыто облаками и сияет. 89. Когда солнце покроется облаками, тогда погода делается пасмурною. 90. Такой делается и душа, когда помрачают ее страсти и искушения. 91. Душа, очищенной благодатью Божией, сияет по свидетельству Писания, великая слава Его спасением Твоим. 91. Тот же старец сказал, святые мужи, хотя и трудятся здесь, однако вместе и некоторый покой. 91. Имеют, потому что они свободны от попечения сего мира. 91. Монаху не должно любопытствовать, каков тот или как живет другой, потому что таким изысканиями и таким любопытством он отвлекается от молитвы в рассеянность и многословие. 92. По этой причине молчание лучше всего. 92. Великий старец имел обычай говорить ученику своему, если понуждаешь себя к молчанию, то не думай, что совершаешь добродетель, но признавай себя недостойным говорить. 93. Брат спросил старца, отец, доколе должно сохранять молчание? 93. Старец отвечал, до того времени, как спросят тебя. 94. Если будешь молчалив, то во всяком месте сохранишь мир душевный. 94. Странничество ради Бога хорошо, когда ему споспешествует молчание, потому что странничество, соединенное свободным обращением, не есть странничество. 95. Брат спросил великого старца, Бог на всем пространстве Писания обетовал благо душе. 95. Каким же образом душа не хочет пребывать в добре, этом условии получения благ, но уклоняется в преступления, в падения и нечистоту? 96. Великий отвечал, невкусившие еще сладости небесные, влагающие всецелое стремление к Богу в сердце, 97. Обращается к нечистотам. 97. Но кто может открыто сказать о себе, скотам, вот кто подобился, я всегда с тобою. 97. На пути, по которому ходят и ездят, не растет никакой травы. 97. Псалом 72. 22. 98. Хотя бы тут и посеяны были семена, так как это место непрестанно утаптывается. 99. И в нас не возрастают добродетели, когда мы преданы развлечениям, будучи попираемы развлечением, производимым тленными страстями. 99. Устранись от всякого парения. Тогда увидишь добродетели, возрастающими в тебе. 99. Некоторый брат пошел к искусному старцу и сказал ему, «Ава, я скучаю, пребывая в пустыне». 99. Старец сказал ему, «Чадо, живи и безмолвцы в келии твоей, молись часто, и Бог поможет тебе, подаст силу и спокойствие». 99. Брат спросил старца, «Хорошо ли жить в пустыне?» 99. Старец сказал, «Сыны Израилевы, когда оставили дела египетские и вышли в пустыню, тогда узнали, как должно бояться Бога. 99. Равным образом и корабли, доколе находятся среди волн моря, остаются без производства купли. 99. Когда же придут в пристань, тогда производят торговлю». 99. Так и инок. Если не претерпит в одном месте, то не получит познание истины. 99. Бог предпочел молчание всем деланием, на кого возрю, говорит Писание, только на кроткого, молчаливого и трепещущего словес моих. 99. Брат сказал, «Как возможно, кто жить наедине?» 99. Старец отвечал ему, «Воин, если прежде не будет подвязаться со многими, то невозможно научиться искусству побеждать и бороться с супостатом на поединке». 99. Так и инок, если не научится прежде жить с братьей ее и не навыкнет искусству, как отгонять помыслы и блюсти ум свой, то невозможно жить наедине и сопротивляться всем помыслам. 99. Опять брат вопросил старца, «Что должен делать человек, чтобы стяжать добродетели?» 99. Старец отвечал, «Если кто хочет научиться какому-либо художеству, тот оставляет всякое другое дело, внимает только одному этому художеству и пребывает при учителе своем, смиряясь и повинуясь со многим терпением». 99. Таким образом он научается художеству. 99. Так и инок, если не оставит попечений человеческих, не уничижит и не смирит себя так, чтобы никогда не думать о себе, что он лучше кого или равен кому, то не может стяжать ни одной, ни малейшей добродетели. 99. Если же смирить себя во всяком деле, тогда добродетели приходят сами собой и бывают крепки. 99. Согрешивший должен отлучить себя от всякой любви человеческой, доколе не известиться, что Бог принял его покаяние. 99. Любовь мира сего отлучает от любви Божией. 99. Как кто-либо умерший в городе уже более не слышит ни голоса, ни малвы, ни беседы человеческой, но однажды умерший уходит в другое место, где нет ни голосов, ни малвы, так и инок, облегшись в святой образ и отрекшись всего мира, должен оставить родителей своих и сродников, уйти в место, где нет ни развлечения, ни смущения, производимых суетным миром. 99. Если же он, отрекшись, не уйдет из города своего или села, то уподавляется мертвецу, лежащему в хромине и смердящему, от которого отвращаются и которым гнушается обоневающее зловоние его. 99. Бог отвращается от иноков, живущих в миру с родителями и с родниками. 100. Мясо, если не будет хорошо посолено, то согнивает, и все отвращают от него лица свои, чтобы не обонять его запаха. 100. Так и инок, прилепляющийся к зимным вещам, вдающийся в различные развлечения мира и не пребывающий в своей келии, что ограждало бы его страхом Божиим, согнивает, как не осоленный. 100. Отвращается от него Бог и ангелы его. 100. Когда же инок прибегнет к Богу, отвратится от мирской молвы и не уверит в себя, что Бог может припитать его, тогда посылается ему духовная соль. 100. Приходит к нему Дух Божий, всеблагие и человеколюбивый, и страсти бежат от него. 100. Не должно иноку входить в попечение о садах благоведственных, ветвенных, о источниках благоструенных, о огородах со всяким овощем, о покоях украшенных. 100. Не должно быть ему торговцем, не должно ему занимать ум свой, стадами овец и чередами волов. 100. Напротив того, он должен иметь житие безмолвное, ангельское. 100. Должен непрестанно словословить и благодарить Бога, проходить путь жизни сей странникам, быть чуждым всякой плоской любви. 100. Если же ослабев, он приблизится к плотским вещам, то невозможно быть возлюбленным Богу и не избежать поношения человеческого. 100. Будут тревожить его споры о нивах, о селах, о межах, о границах, о красных зданиях, о вертоградах, о властях и началах. 100. Все это бывает причиной его смущения. 100. И раб он встат, и печалится о повреждении огородов и садов, и умножит их желает. 100. Таким образом, он прибывает всегда в смущении от многого развлечения и всегдашней молвы, и должен он призывать князей к себе на помощь для установления своих желаний. 100. Какая польза иноку, отрекшемуся от этого мира, опять развлекаться предметами мира? 100. Сказал апостол, никакой воин не связывает с себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. 100. Итак, оставим греховный сребролюбивый нрав и все, что погружает и потопляет ум наш, не зводя душу в одно адово. 100. Отложим бремя греховное, чтобы и кормчий ум наш с пловцами, помыслами, возмог безмолвно достигнуть пристанище. 100. Это наставление относится к частной жизни инок, а не к хозяйству общежительных монастырей, которое, впрочем, должно удовлетворять нуждам монастыря, а не прихотям и тщеславию. 100. Если часто отверзаются двери в покое, то удобно выходит из него теплота. 100. Так и душа, когда будет много говорить, хотя бы говорила, говоримое было и доброе, теряет теплоту свою дверями слово. 100. Почему хорошо и полезно молчание в разуме, когда занимаемся помышлениями премудрыми и душеспасительными? 100. Очевидно, здесь предлагается умное делание, в котором главное место занимает умная молитва и плачь в сердце при воспоминании о смерти, о суде Божьем, о вечной муке ада и о вечном блаженстве рая. 100. Брат вопросил старца, как должно безмолвствовать в келии своей? 100. Старец отвечал ему, безмолвствовать в келии своей значит повергать себя ежечасно пред Богом, наблюдать за помыслами, всеваемыми от врага. 100. В этом состоит бегство от мира. 100. Брат спросил, что есть мир? 100. Старец отвечал, мир состоит в деянии ниже естественном и в исполнении своей воли. 100. Мир, когда кто печется о теле, более нежели о душе и хвалится имением. 100. Сказал апостол, возлюбленный ученик, не любите мир и не того, что в мире. 100. Безмолвствующий должен ежечасно истязовать себя, перешел ли он удерживающих его на воздухе, освободился ли от них, находясь еще в теле, или еще в чем повинуется и работает им, и еще не освобожден. 180. Старец сказал, желающий безмолвствовать должен поселиться или в пустыню, или в лавру, где много братьев. 180. Если же он поселится в месте близком и малоудаленном, то впадает в большое развлечение. 180. Когда кто посетив такое место и не имея где успокоиться, придет к нему и скажет, мне негде успокоиться, а также и многие будут приходить и говорить так, 180. То от пришествия странных по необходимости безмолвствующий иных будет впадать в развлечение. 180. Если же будешь жить близ других братьев, то и в таком случае, когда не примешь странника, мысль твоя пребудет без смущения, потому что он может найти себе успокоение у другого брата. 180. И так во множестве братьев ты будешь иметь покой и возможность сохранить безмолвие свое о Господе. 180. Прибывать в теле и воспоминать непрестанно Бога – вот темница. 180. О ней-то сказано. В темнице был и посетили меня. 180. Брат вопросил старцу. Что есть молчание? И какая его польза? 180. Старец сказал ему. Молчание состоит в том, что пребывать в теле и со страхом и разумом Божиим, отвращаясь злопомнение и высокоумие. 180. Такое молчание рождает прочие добродетели и соблюдает иноко отраженных стрел вражиих. 180. Не допуская его быть уязвленным ими. 180. О безмолвие! Лествица к небу! 180. О безмолвие! Мать умиления! 180. О молчание! Просвещение души! 180. О молчание! Собеседование ангелом! 180. О молчание! Озарение сердца! 180. О молчание! Родитель всего доброго! Крепость для поста, узда для языка, воздержание для чрева! 180. О безмолвие! Праздность, способствующая заниматься молитвой и чтением! 180. О безмолвие! Пекущееся только о себе, всегда беседующее со Христом, непрестанно имеющее перед очами смерть и соблюдающее светильник неугасающим! 180. О любви безмолвие! Мы непрестанно поем! 180. Готово сердце мое, Боже! Готово сердце мое! 180. О умном делании двенадцати отшельников! 180. Однажды мудрые святые и духовные отшельники, числом двенадцать, сошлись вместе и просили друг друга поведать, какое каждый из них имеет поучение в келии своей и каким духовным деланием объемлится ум. 180. Первый, который был и старейший между ними, сказал, братья, я с того времени, как начал безмолвствовать, вполне распял самого себя для всех внешних дел. 180. Вспоминая изречение Писания, расторгнем узы их и отвержим от нас иго их. 18. Псалом 2.3 «Второй. Я сказал сам себе в тот день, как отрекся от земли. Сегодня ты возрожден, сегодня ты начал служить Богу. Сегодня отказался от земли. От здешней жизни будь же ежедневно странником, ожидая на следующий день освобождения. Это завещаю я себе ежедневно». 19. Третий. Я восхожу рано к Богу моему, воздавая поклонение Ему, я повергаюсь на лицо мое и исповедую согрешения мои. 20. Совершив поклонение Богу, я обращаюсь с молитвой к ангелам, прося их, чтобы они умоляли Бога о мне и о всем создании. 21. Испомнив это, я иду к адской бездне и делаю то, что делали иудеи, приходя в Иерусалим, терзая себя, проливая слезы и испуская стенания падений отцов своих, так и осматривая падение человечества и последствия этого падения, удручаю мое тело и плачу с плачущими. 24. И я расположением души моей подобен сидящему на горе Элеонской с Господом и учениками Его. Я сказал сам себе, «Не будь знаком ни с кем знакомством по плоти, но будь непрестанно с учениками Господа и подражай небесному жительству их. 25. Сиди у ног Иисуса, как сидела у них Мария, внимая словам Его. Будьте совершенны, говорит Он нам, как Отец ваш небесный совершен, и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». 26. Пятый. Я смотрю на ангелов, восходящих и нисходящих для призвания душ из этой жизни в вечность, и непрестанно ожидаю кончины моей, говоря, «Готово сердце мое Божие, готово сердце мое». 26. Я законоположил себе ежедневно слышать слова Господа, которые представляются Мне. Он говорит, «Подвязайтесь ради Меня, и Я упокою вас. Немного поборитесь здесь с грехом, и узрите спасение Мое и славу Мою. Если вы любите Меня, если вы сыны Мои, обратитесь с молитвою к Отцу. 27. Если вы, братья Мои, потерпите ради Меня что-нибудь, как Я потерпел за вас многое. Если вы, овцы Мои, последуйте страданиям Господа вашего». 27. Я тщательно получаюсь в вере, надежде и любви, и непрестанно собеседуюсь с собою о них, чтобы по причине надежды всегда радоваться, по причине любви никому не нанести оскорбления, 28. По причине веры пребывать в мужестве. 28. Я пребываю в ожидании дьявола, рыкающего и ищущего кого поглотить, стараюсь усмотреть его душевными очами на всех путях его, 29. И призываю в помощь против него, Господа Бога Моего, чтобы козни дьявола оставались без последствий, и он не возмог бы ничего совершить, особо ли в боящихся Бога. 30. Страница 380. 9. Я ежедневно созерцаю духовный храм духовных добродетелей и Господа славы посреди их, развивающего на них сияние. Вышедши из этого храма, восхожу на небо, созерцая удивительную красоту ангелов, 10. Внимаю хвалением и сладчайшим песнопением, которые они непрестанно высылают Богу, 11. Наслаждаюсь звуками и глазами и изяществом словословия, 11. И невольно приходит на память изречения Писания. 12. Небеса поведают славу Божию, и о делах рук Его вещает сверчь. 13. Тогда все, что на земле, вменяю в пепел, в смрадную нечистоту. 14. Десятый. Я созерцаю ангела-хранителя моего, присутствующего со мною, 15. И храню себя, вспоминаю сказанное в Писании. 15. Презрех Господа предо мною всегда, ибо надеснуя меня, да не подвижуся. 16. Таким образом, я пребываю исполненным в страхах к ангелу-хранителю моему, 16. Как находящемуся на страже путей моих, 17. Как ежедневно восходящему к Богу с подробным отчетом о делах и словах моих. 17. Я как бы олицетворяю добродетели, как-то воздержание, чистоту, благость, любовь. 18. Они как бы присутствуют во мне и окружают меня. 19. Затем, куда ни пойду, говорю сам себе. 20. Где спутницы твои? 21. Имей их всегда с собой, не впадая в твои души и малодушия. 21. Говори и делай одно угодное им, чтобы они нашли в тебе успокоение себе, 22. И после смерти твоей засвидетельствовали об этом пред Богом. 22. Двенадцатый сказал. 23. Вы, отцы, имея небесное жительство, имейте и мудрость небесную. 24. Что дивного? 25. Вы вознесены деланием вашим и ищете вышних. 26. Добродетели ваши, и вы приселены с земли. 26. Вы всецело отделились от нее. 27. Что сказать мне? 28. Если скажу, что вы земные ангелы и небесные человеки, 28. То не погрешу. 29. Духовных состояний ваших я не достоин. 29. Куда не пойду, вижу, что грехи мои всегда предшествуют мне 29. И окружают меня со всех сторон. 30. И потому я присудил себя в ад, сказав себе, 30. Будь с теми, с которыми ты достоин быть, 31. Которым ты соприсислишься по прошествии краткого времени. 31. Вижу в аде одни стинания непристающие слезы, горечи которых никто не может передать словами. 31. Вижу там скрижечащих зубами, страждущих всем телом, объятых трепетом с головы до ног. 32. И упав лицом на землю, объемля персть, умоляю Бога, чтобы не допустил меня опытно узнать положение адских узников. 32. Вижу и огненное море, кипящее, неизмеримое, волнующееся и ревущее. 33. Огненные волны, кажется, восходят до небес. 34. Вижу в этом страшном море бесчисленное множество вернутых в него человеков. 35. Их голоса слились в один голос, в один вопль, в одно рыдание. 36. Такого рыдания и вопля никто никогда не слыхал на земле. 37. Все эти человеки горят, подобно тростнику и плевелам, но милосердие Божие отвращается от них за неправды их. 38. Тогда я оплакиваю весь род человеческий, которому не дерзает никто говорить о спасении, который не внимает никому, потому что весь мир лежит во зле. 39. Это составляет поучение для ума моего. 40. Духовное дело не мое, есть плач по завещанию Господа. 41. Признаю себя недостойным неба и земли, и пребываю в состоянии, которое изображено Писанием. 41. Слезы были для меня хлебом день и ночь. 42. Таково было собеседование двенадцати премудрых и духовных отцов. 42. Состояние в духовном отношении каждого из этих двенадцати отцов было состояние духовного видения, являющееся христианиней по очищению его от страстей. 43. Вводится человек в это состояние божественную благодатью. 44. Состояние духовного видения сокрыто от плотских умов, непроницаемую завесою. 45. Отъемлется постепенно эта завеса покаянием. 45. Если б кто захотел зайти в духовное видение собственным усилием, не свергнул с себя предварительно грязные и зловонные рубища страстей, тот сделается только мечтателем, льстящим себе и обманывающим себя в свою погибель. 46. Духовное состояние двенадцатого отшельника принадлежит к низшим духовным состояниям по закону видения, изложенному в Писаниях святых отцов. 47. Поэтому закону должно непременно предуготовиться таким состоянием, пройти через него к состояниям высшим, которым возводит благодать Божия ученика своего по мере очищения его. 48. Заключение. 49. В изречениях отцов подробно изложено учение о плаче. Глубокий плащ слышится во всех изречениях отцов. 49. Познали они, что человек – изгнанник с неба, что земля – страна его ссылки, что предоставлено ему кратковременное пребывание в этой стране для покаяния. 50. Если человек удовлетворит цели, с которой он срочно помещен на землю, если удовлетворит он относительно себя цели Бога, то возвратится в свое отечество небо, возвратится на беспредельную вечность. 51. Если же он сгубит положение и время, данное ему для покаяния, сгубит лекомысленно и преступно, сгубит, употребив на занятие суетно и на служение греху, то низвергнется навечно в ад. 52. Выйдут узники адские из подземных темниц на страшный суд Христов. 53. Увидят славу Божию, увидят славу и блаженство святых Божиих, и снова возвратятся в ад. 54. Уже не выйдут они из него никогда, будут проводить в нем жизнь худшей смерти. 55. Удалились отцы в пустыне, чтобы удалить себя от заразительных впечатлений мира. 56. Удалились отцы в пустыне, оттуда яснее увидели самообольщение и ослепление мира, которых не видит сыны мира, вращающиеся среди его и обманываемые им. 57. Надо стать на вершине горы, чтобы обозревать равнины, разосные у подошвы ее. 58. Удалились отцы в пустыне, там всецело погрузились в покаяние. 58. Покаяние составляет из исполнения всех евангельских заповедей. 59. Составляется. 59. Евангельские заповеди возможно исполнять точно и Бога угодно, только из сердца сокрушенного и смиренного. 60. Дух жительства по евангельским заповедям – покаяние. 60. Когда покаяние вселится в глубину сердца, тогда оно преобразуется в плач. 61. Плач этот, плач духа. Плач этот вместе и молитва. 62. Ум молится словами, сердце молится плачем. 63. Не восплачет сердце, если не умилится от слов молитвы. 64. Не стяжет ум внимательные молитвы, если сердце не будет содействовать и вспомоществовать ему плачем. 65. Такой плач слышится в изречениях пустынных отцов, возбуждает его внимательным читателям сочувствие. 65. Возбуждает и молитву, и плач. 66. Оставим все суетное, чтобы наследовать плач и молитву ума, спутницу плача, чтобы посредством плача и молитвы обрести утешение, обетованное Спасителем. 66. Путь к плачу – евангельские заповеди. 67. Плод заповедей – молитвенный плач. 67. Обымет он всю жизнь и накачательного делателя евангельских заповедей, ведет его еще во время земного странствования в царство небесное, сокровенное внутри нас, а по окончании земного странствования – в горнюю страну вечного блаженства. 68. Эта страна по преимуществу называется небесным царством. 69. В ней блаженствует всецело блаженством неземным, блаженствует и сокровенным, блаженством внутренним, которое у каждого свое, и блаженством общим, наружним. 69. По влиянию обстановки – всецело святой, возбуждающий постоянно и питающий постоянно совершенное блаженство, никогда и ничем не нарушаемое. 69. Святой Исаак в Сирске, слово 58-е. 70. Эта страна – наследство тех, которые раскроют в себе во время земной жизни духовное небесное царство. 70. Страница 385. Повести и жития царств, преимущественно египетских, которых имена не дошли до нас. 70. В царствовании императора Феодосия жил близ Константинополя некоторый монах в маленькой келье, вне города, недалеке от врат, из которых императоры обыкновенно выезжали за город для прогулки. 71. Феодосий, услышав, что тут живет монах-затворник, никуда не выходящий из кельи, начал при прогулке направляться к этому месту. 72. Последовавшим за ним придворным, он приказал не приближаться к келье монаха. 73. Подъехал к ней один и постучался в дверь. 74. Встал монах, отворил ему дверь, но не узнал, что это был император, потому что император, чтобы не быть узнанным, снял с себя царский венец. 74. После обычной молитвы оба они сели и спросил император монаха, как живут святые отцы в Египте. 75. Монах отвечал, всем молят Бога о спасении вашем. 76. Между тем император внимательно осматривал саму и келью. 76. В ней он не увидел ничего, кроме немногих сухих хлебов в корзинке, которая висела на веревке, прикрепленной к потолку. 76. Император сказал ава, на благословение предложи мне пищу. 77. Монах вложил поспешно в сосуд соли и сухаря и влил воды, и они вместе употребили эту пищу. 78. Затем монах подал чашу воды императору, который и выпил ее. 79. Тогда Феодосий сказал, знаешь ли, кто я? 79. Монах отвечал, не знаю, кто ты, господин. 80. Император сказал, я Феодосий, император, пришел к тебе попросить молиться твоих. 80. Монах, услышав это, пал ему в ноги. 80. Император продолжал, блаженны вы, монахи, свободны от мирских забот. 81. Вы наслаждаетесь спокойною и безмолвною жизнью. 81. Попеченье ваше только о спасении душ ваших, о достижении жизни вечной, о получении наград небесных. 81. Будь уверен в справедливости слов моих. 81. Я рожден от царя и царствую, но никогда не вкусил пищи с такой приятностью, как теперь. 81. После этого император поклонился с особенным уважением монаху и вышел от него. 81. В ту же ночь раб Божий начал так размышлять сам с собою. 81. Мне уже не подобает оставаться в этом месте. 81. Теперь, следуя примеру императора, пойдут многие ко мне не только из народа, 81. Но и придворные, и сенаторы не приминут воздавать мне почесть, как служителю Божию. 81. Хотя они будут делать это ради имени Божия, однако я боюсь за себя. 81. Чтобы лукавый дьявол не обольстил меня неприметным образом. 81. Чтобы я не стал находить удовольствие в приеме знатных особ. 81. Чтобы сердце мое не усладилось их похвалами и уважением ко мне. 81. Чтобы не потерять мне смирение. 81. Человек Божий, рассмотрев все это, бежал оттуда в ту же ночь и прибыл в Египет в пустыню к святым отцам. 81. Обратим должное внимание, возлюбленнейшие братья, на ту ревность, которую служитель Божий озаботился о сохранении в себе добродетели, смирения. 81. Во внутренней пустыне жил некоторый старец, удручавший себя в течение многих лет воздержанием, 81. И всеми духовными подвигами. 81. Пришли к нему некоторые братья, и, удивившись его жительству, сказали ему, 82. Отец, как ты переносишь это сухое, бесплодное и неудобное место? 82. Старец отвечал им, весь труд всего времени, который живут здесь, не может сравниться с одним часом вечных мунг Гиенны. 83. Подобавить нам в краткое время этой жизни подчиниться труду и измождить страсти нашего тела, 84. Чтобы обрести некончающееся успокоение в будущей и вечной жизни. 84. Третье. Некоторый игумен имел в управлении своем десять монахов. 85. Один из этих монахов был очень нерадив. 85. Он нисколько не заботился о своем спасении. 86. Ел безвременно, пил без воздержания, языка отнюдь не обуздывал. 86. Старец часто увещевал, умолял его, говоря, 86. Брат, имей попеченье о душе твоей, потому что ты умрешь, и если будешь жить так нерадиво, то пойдешь в вечную муку. 87. Брат постоянно оказывал непослушание старца и не внимал словам его. 87. Из среды такой жизни он восхищен смертью. 88. Игумен очень печалился о нем, зная, что он жил в великой лености и небрежении. 89. Подвигнутый скорби и обучисти брата, Игумен начал молиться о нем Богу, говоря, «Господи Иисусе Христе Божий наш, открой мне о душе брата». 89. Так молился он долго. 90. Однажды, стоя на молитве, пришел он в выступление и увидел огненную реку, 90. А в ней множество человеков, опаляемых огнем и спускающих стоны, 90. А посреди них и своего монаха, который стоял в пламени по шею. 91. Игумен сказал ученику, «О, брат и сын мой, не умолял ли я тебя позаботиться о душе твоей именно по той причине, чтобы ты не подвергся мучению?» 92. Брат отвечал, «Возношу хвалы Богу за то, что по молитвам твоим голова моя, по крайней мере, имеет отраду». 93. Был некоторый Игумен, отец общежительного монастыря, «Святой по жизни, украшившись всеми добродетелями, милостивый к нищим». 94. Он молился Богу, говоря, «Господи, знай, что я грешен, но, надеясь на твою благость, уповаюсь спастись ею. 95. Умоляю эту благость твою, владыка, не разлучай меня с духовной семьей моей в будущий век, но сподобить чад моих со мной вечной жизни». 95. Часто повторял святой эту молитву. 95. На эту молитву Господь даровал решение следующим образом. 96. В другом монастыре, находившемся не в дальнем расстоянии от их монастыря, был праздник. 96. Приглашен был на праздник Игумен с монахами его. 97. Он не хотел было идти, но пошел, услышав во сне голос, сказавший ему, «Пойди на праздник!» 97. Только пошли учеников твоих вперед с тебя, а сам иди один сзади их. 97. Когда настало время, монахи его пошли на обед. 98. Дорогой они увидели посреди ее, лежащего нищего, расслабленного и в ранах. 99. Они спросили о болезни его. 99. Он со слезами отвечал им, «Я был болен, а здесь напал на меня зверь, изломал меня. 99. Он ушел, и некому взять меня и отнести в село». 99. Они сказали, «Мы пеши, ничего не можем сделать тебе, потому что с нами нет осла». 99. Сказав это, они оставили его и ушли. 99. По прошествии короткого времени пришел Игумен, увидел нищего, который лежал и стонал. 99. Узнав о причине такого положения, он спросил, «Не проходили ли здесь монахи незадолго передо мной и не видели ли тебя?» 99. Нищий отвечал, «И стояли надо мной и расспросили о случившемся со мной и ушли, сказав, «Мы пеши, ничего не можем сделать тебе». 99. Игумен сказал, «Если возможно тебе, то пойдем вместе потихоньку». 99. Нищий отвечал, «Не могу идти». 99. Игумен сказал, «В таком случае я возьму тебя на плечи мои и с Божьей помощью донесу до селения». 99. Нищий начал отговаривать его, «Отец, как тебе одному нести меня? Путь далекий, но пойди туда и пошли за мною». 99. Игумен отвечал, «Жил Господь, Бог мой, не оставлю тебя». 99. С этими словами он возложил нищего на плечи и понес. 99. Сперва он чувствовал тяжесть ноша по обыкновенному весу человека. 99. Потом тяжесть уменьшилась, а потом еще уменьшилась, почти сделалась несчувствительная. 99. Игумен недоумевал, что делается, как вдруг тот, кого он нес, сделался невидим. 99. И последовал глаз к Игумену, «Ты постоянно молишься о учениках твоих, чтобы они сподобились жизни вечной. 99. Но дела у тебя одни, а у них другие. Если хочешь, чтобы прошение твое было исполнено, убеди их поступать так, как поступаешь ты. 99. Я, судья праведный, воздаю каждому по делам его». 99. Пролог, 24 сентября. 99. Как не все новоначальные иноки имеют одинаковую ревность духа? 99. Не все одинаково обучены благонравию и монашеским правилам. 99. Так и не все старцы имеют в одинаковой степени совершенство и опытность. 99. Богатство старцев составляет не седые волосы, но плоды обучения в новоначалии, плоды трудов, понесенных в жительстве. 99. Что в юности не собрал, говорит Писание, то как можешь обрести старости твоей? 99. Старость честная, немноголетна, и не числом лет исчисляется. Седина же есть мудрость человека, и возраст старости житие нескверно. 99. Примудрость Соломона, 4.8. Почему мы должны подражать или последовать жительству, должны принимать и усваивать в себе предания и наставления не всех старцев, которых голова покрыта сединами, 99. Для которых служит свидетельством лишь одна долголетняя жизнь, но только тех, о которых достоверно узнаем, что они в юности отличались жительством достойным похвалы, 99. Что они руководствовались в образовании своим несомочением и пустым гордостным самомнением, но воспитаны по преданию отеческому. 99. Многие, к сожалению, они составляют большинство, состарились в теплохладности и нерадивости, усвоенных ими в юности, но пользуются уважением и доверенностью других не по причине нравственной зрелости, а по причине прожитых ими многих годов. 99. Справедливо может отнестись к ним обличение Господа через пророка. 99. Снедоши чужие, крепость его, сей же неразуме, и седина явилась на нем, а он не познал. 99. Такие старцы предоставляют внимание на начальных неправедность жизни. 99. Неназидание словом представляет вниманию новоначальных или примером, достойным подражания, но одно многолетие. 99. Коварный враг дьявол употребляет седины таких старцев к обольщению юных, выставляя юным на вид вышеупомянутое общее уважение, которым пользуются эти старцы. 99. С утонченной хитростью он старается примером этих старцев обмануть и не спровергнуть даже таких новоначальных, которые способны к достижению совершенства, и по собственному настроению, и при правильном руководстве. 99. Или же он усиливается ввести при посредстве наставлений и заповеданий, даваемых этими старцами, в нерадение, в душевный недуг, в смертоносное отчаяние. 99. Желая дать опытное доказательство словам моим, излагаю перед вами вкратце недавнее событие. 99. К некоторому старцу, коротко известному нам, отнесся юный инок, очень ревностный по жительству, с целью преуспеяния своего исцеления. 99. С простотой и исповедовал он старцу, что его беспокоит плотское вожделение и дух любодеяния. 99. Он надеялся найти в молитвах старца утверждение подвигу своему и врачевание от полученных язву. 99. Страница 390. 100. Старец начал упрекать его самыми жестокими словами, объявляя ему, что он, допустив себе искушение таким порочным вожделением, сделался недостойным имени монаха, а достойным всякого презрения. 100. Вместо утешения он нанес ему столь тяжкую язву упреками, что монах вышел из скелии старца в величайшем унынии, в смертельной печали, в отчаянии. 100. Угнетенный тоскою, углубленный в помышления, уже не об уврачевании страсти, но об удовлетворении ее, он шел. 100. Внезапно встречает его Авва Аполлос, опытнейший между старцами. 100. По чертам лица и отчаянному виду юношу, угадав о внутреннем смущении и тяжком унынии, которыми втайне волновалось сердце, Авва Аполлос спросила причине такого состояния. 100. Несмотря на то, что вопрос был предложен в самых мягких выражениях, юный монах не мог произнести ни одного слова в ответ старцу. 100. Поняв еще яснее, что не без важного основания юноша прикрывает молчанием горькую печаль, которая, несмотря на молчание уст, живо изображалась на лице, Авва начал настоятельнее убеждать его, чтобы он открыл причину своего душевного расстройства. 100. Вынужденный убеждениями монах исповедал, что идет в мирские селения, как не способный по определению такого-то старца к монашеской жизни. 100. Не имея возможности обуздать похотение плоти подвигом и не находя врачевание против действия ее, он решил составе монастырь возвратиться в мир и жениться. 100. Святой Аполлос постарался смягчить его самым милостивым словом, уверяя, что и его самого ежедневно беспокоят нечистые помышления и ощущения. 100. Тем естественнее подвергаться им человеку юному. 100. По этой причине никак не должно предаваться отчаянию, не должно удивляться как бы чему необычайному усиленному действию брани, в которой получается победа не столько подвигом, сколько милостью и благодатью Господа. 100. Старец упросил молодого монаха, чтобы он возвратился в келью и потерпел хотя один день, а сам поспешно пошел в обитель упомянутого старца. 100. Когда он приблизился к этой обители, то распростер руки горя и произнес следующую молитву, сопровождая ее слезами. 100. Ты един полновластный владыка над тайными силами и немощами человека. Един Ты, врач благей, врачующий непостижимо. 100. Обрати брани этого юноши на этого старца, чтобы он научился, хотя в старости, снисходить немощи подвязающихся и соблазновать, соболезновать удобо преклонности юных к страстям. 100. Когда он, воздыхая, окончил молитву, видит мрачного эфиопа, стоящего против кельи и старца, и направляющего против него огненные стрелы. 100. Уязвленный ими старец выскочил из кельи, начал бегать туда и сюда, как бы сумасшедший или пьяный. 100. То входил в келью, и то выходил, уже не мог оставаться в ней спокойно. 100. И, наконец, возмущенный пошел тем же путем, на который направил молодого монаха. 100. Ава Аполлос, увидев, что старец пришел в положение безумного и беснующегося, поняв, что стрелы дьявола, направленные в него, вонзились в его сердце, произвели в нем омрачение ума и невыносимое страстное возмущение в чувствах, подошел к нему и сказал, «Куда ты так спешишь? Что заставляет тебя забыть степенность, столько приличествующие старцу, и так быстро бежать в беспокойстве, подобно мальчику?» Старец, объятый стыдом, не мог дать никакого ответа вопросившему. Его обличала совесть, его обличал наружный вид, данный ему порочным возмущением. Он понял, что страстное вожделение его сердца угадано, что тайны его открыты, Аве. «Возвратись, — продолжал тогда святой Аполлос, — в келью твою и пойми, что до сего времени дьявол или не знал тебя, или презирал. Ты не удостоился сопричислиться тем, которые своим преуспеянием и щеливостью возбуждают дьявола ежедневно бороться и сражаться с ними. После стольких лет, проведенных в молитве, одной стрелы врага, направленной в тебя, ты не мог отразить. Что, говорю, отразить? Ты не мог претерпеть в течение одного дня. Господь попустил тебе подвернуться этому искушению для того, чтобы ты, по крайней мере, в старости твоей, из собственного опыта научился сострадать немощем ближних и снисходить у добопреклонности юных к страстям. Ты, приняв новоначального монаха, угнетенного нападением дьявола, не только не утешил, но даже не испроверг в погибельное отчаяние. Ты предал его в челюсти врага на бедственное снидение. Дьявол, без сомнения, не сделал бы на юношу такого жестокого нападения, какого он до сих пор не наносил тебе, пренебрегая тобой, если бы не заметил в душе юноши благого залога, если бы не позавидовал преуспеянию, которое ожидает юношу на поприще монашества. Он поспешил предупредить и превратить это преуспеяние огненными стрелами своими. Очевидно, что он признавал сильным того, на кого рассудил направить сильную брань. Научись собственным опытом сострадать подвязающимся, не низвергать искушаемых в погибель отчаяния, не приводить их в смущение жестокими словами. Их должно ободрять милостивым словом утешения, последуя заповеданию премудрейшего Соломона, «Избавляй взятых на смерть и искупай убиваемых». 24.11 Должно помнить образ поведения Спасителя, о котором сказано, «Трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит». Должно просить у Господа благодати, получившей которую радостно воспевает Господь. «Господь дает мне язык на учение, чтобы разуметь, игда подобает трещи слово». Исайя 54. Никто не мог бы не избегнуть козни врага, не погасить или даже воздержать естественного плотского вожделения, подобного огню пылающему, если благодать Божия не помогала немощи нашей, не покрывала и не защищала нас. «Теперь окончилось это спасительное смотрение о нас, которым Бог благоволил освободить юношу от пагубного рожжения, а тебя научить состраданиями ближним и тому, сколько сильны могут быть вражеские искушения. «Умолим же Бога общими молитвами, чтобы Он повелел удержать бич, который благоволил употребить для душевной пользы твоей, и чтобы угасил рассове святого духа своего огненной стрелы дьявола, которым попустил уязвить тебя по моему ходатайству. Тойбо болеть и творит, и паки восставляет, порази, и рутся его исцеляет. Господь смиряет и возвышает, умерщвляет и оживляет, низводит в ад и возводит». Иов 5.19.1.2.7. По молитве Авиаполоса Господь отъял искушение с той же скорости, с которой попустил его. Повествование это заимствовано из собеседования преподобного Касьяна Римлянина с преподобным Моисеем, иноком египетского скита. Наставление, в которое вошла повесть, делает старец преподобный Моисей преподобному Касьяну и другу его Герману, тогда новоначальным иноком. Написано оно преподобным Касьяном, жившим во второй половине четвертого и первой половине пятого века. Это время было самое цветущее время для монашества в Египте. Там первым монашеским местом была пустыня Скит в недальном расстоянии от Александрии. В Скиту жили монахи, особенно обиловавшие даром духовного рассуждения по свидетельству Касьяна, достигавшие высокого духовного преуспеяния, преимущественно перед прочими монастырями Египта, по свидетельству святого Иоанна Лестичника. Свидетельствуют это и дошедшие до нас письменные памятники. Преподобный Арсений Великий называл Скит столицей монашества, уподобляя отношение Скита к монашеству, отношению Рима ко вселенной. Обиловавшие даром рассуждения старцы и припосредствии его руководившие новоначальных к духовному преуспеянию с особенным успехом по причине особенного благоразумия в руководстве назывались искусными. В выражении искусной и искусства и поныне осталось в монастырях. Им изображается благоразумие отдельного иноческого характера, приобретенное чистотою жизни, изучением священного писания и писания отеческих, опытностью, благоразумием, осененное божественной благодатью. В святущие времена монашества было много неискусных старцев, пользовавшихся громким именем святости, прославленных с одной стороны невежеством, а с другой и сатаною, который употребляет таких старцев в свое орудие для погубления монахов и монашества. Указание преподобного Моисея на последнее обстоятельство достойно полного внимания. Им обнаруживается образ действия падших духов, непостижимый для людей, не осененных божественной благодатью. К системе действия духов всегда принадлежало распространение злых слухов о истинных рабах Божиих и необыкновенных похвал о служителях сатаны, прикрытых личиной служителей Божиих. То и другое вполне ястоит изучение Спасителя. Блаженны будете, когда возненавидят вас человеки, и когда разлучат вас, и поносят, и пронесут имя ваше, как злое, сына человеческого ради. Горе, когда добре рекут все человеки о вас, «Ибо так творят лже-пророкам отцы их». «Пастыри, — говорит святитель Тихон Воронежский, — чащееся спасение душ человеческих подлежат злоречию и гонению злых людей. Сатане дело их неприятно, и потому он изощряет на них языки злых людей и гонит их. Против самого Спасителя дьявол действовал распространением злых слухов. Напротив того, как говорит святой Ефрем Сирин, «при появлении Антихриста дьявол немедленно огласит его по Вселенной великолепную восторженную молвою и приготовит общество человеческое к принятию его, насеяв в этом обществе самое благоприятное мнение о распространении благоприятных слухов». Это сказано в предостережении новоначальных иноков при избрании ими старца. Не должно увлекаться мнением человеческого общества, хотя бы это мнение было мнением значительнейшего большинства. Должно руководствоваться светом священного писания и писаний отеческих. Великое бедствие впасть по причине неведения и легкомыслия под руководство лжеучителя. «Слепец слепца, если ведет, то оба в погибельную яму впадут», сказал Господь. Шестое. Ученик некоторого святого старца был борем духом любодеяния, но при помощи благодати Божией мужественно противостоял скверным и нечистым помышлениям сердца своего, очень прилежа посту, молитве и рукоделию. Блаженный старец, видя усиленный подвиг его, сказал ему, «Если хочешь, сын, я помолюсь Господу, чтобы он оттял у тебя брань». Ученик отвечал, «Отец, хотя я и тружусь, но вижу и чувствую в себе благий плод. По причине этой брани я пащусь более и более упражняюсь в бдениях и молитвах. Но прошу тебя, моли милосердного Господа, чтобы дал мне силу выдержать брани, подвязаться законно». Тогда святой старец сказал ему, «Теперь я узнал, что ты с верностью понял, что этой невидимой брани с духами при посредстве терпения совершается вечное спасение души твоей». Так и святой апостол сказал, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Теперь же готовится мне венец правды, который воздаст мне Господь в день, тот праведный судья. И не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Седьмое. «Поведали братья, что они шли однажды в селение, будучи посланным своим Аувою, и на старшего из них напал бес до пяти раз нападал, чтобы вернуть его в грех блуда». Брат подвязался против помыслов в течение нескольких часов, отражая его молитвою. Они возвратились к отцу своему. В лицо искушенного брата было смущено. Он пал в ноги отцу своему, говоря, «Помолись о мне, отец, я впал в блуд». Я рассказал отцу, как он боролся с помыслами. Старец был прозорлив. Он увидел на главе брата пять венцов и сказал ему, «Ободрись». «Когда ты пришел ко мне, то я увидел на тебе венцы. Ты не был побежден. Напротив того, ты победил, не исполнив на деле того, что предлагал помысл». Восьмое. Некоторый брат был очень борим нечистым духом любодеяния. Вся вночь он пошел к некоторому святому старцу, опытному в подвижнической жизни, и исповедал ему о том нападении, которому он подвергся от духа любодеяния. Старец, услышав это, утешал его, наставляя добродетели терпения словом духовным на основании Писания, которое говорит «Мужайтесь», и да укрепляется сердце ваше, все уповающее на Господа. Брат возвратился в келью свою, и вот искушение напало на него с новою силою. Он устремился снова к вышеупомянутому старцу. Старец опять получал его выдерживать брань терпеливо, не предаваясь унынию. Он говорил «Верь, сын мой, что Господь Иисус Христос не спослал тебе помощь с небес святого своего, и ты можешь преодолеть эту страсть». Брат, ободренный вещанием святого старца, возвратился в келью свою, и опять искушение началось сильно возмущать его сердце. Немедленно, в тот же час ночи, он возвратился к старцу и упрашивал ее, чтобы он тщательно помолился о нем Господу. Тщательнее! Старец сказал «Не устрашись, сын мой, не ослабляй помышлениям твоим, не скрывай их, нечистый дух, будучи посрамлен, отступит от тебя. Ничто так не сокрушает силы демонов, как исповедание святым и блаженным отцам нечистых помышлений. «Сын, мужайся, и докрепится сердце твое, и потерпи Господа». «Где жесточе сражение, там славнее венец». «Их да, не можете, — говорит святой порок Исаия, — рука Господня спасти, или отягчил он слух свой, чтобы не услышать? Пойми, сын, что на борьбу твою взирает Господь и приуготовляет тебе за сражение с дьяволом венец вечности». Псалом 26, 14, Исаия 59, 1 «Утешает нас Священное Писание, говоря, многими скорбями подобает нам войти в Царствие Божие». Брат, услышав это, утвердил свое сердце в Господе, не захотел уже возвратиться в свою келью, а остался жить при старце. Девятое Некоторого брата беспокоил дух любодеяния. Он пошел к весьма опытному старцу и просил его, говоря, «Блаженнейший отец, прими на себя труд, помолись за меня, очень стужает мне страсть любодеяния». Старец согласился и начал прилежно денно-ночно молить о нем милосердного Бога. По времени опять пришел к нему брат и снова просил молитвы более усиленной. Опять старец молился о нем, молился еще усерднее. И в третий раз пришел монах к нему с той же просьбою. Потом начал приходить часто, повторяя просьбу. Старец, видя это, очень опечалился и удивился, почему Господь не внимает молитвы его. На следующую ночь Господь открыл ему, что монах этот объят ни дугом, ни родения, что он по причине расслабленного произволения своего услаждается плотскими вожделениями сердца. Душевное состояние монаха было показано святому старцу таким образом. Увидел он, что монах этот сидит, а дух любодеяния играет перед ним, принимая различные женские образы, с озерцанием которых монах услаждается. Увидел он и то, что ангел Господень присутствовал тут и приходил в величайшее негодование на монаха за то, что этот не вставал, не повергался в молитву перед Богом, но более и более услаждался помышлениями и мечтаниями греховными. Таково было откровение, дарованное святому старцу. Он понял, что молитвы его не услышаны по вине и нерадению просившего молитву монаха. Когда монах снова пришел, старец сказал ему, «Брат, в действии страсти любодеяния ты виноват, потому что услаждаешься скверными помышлениями. Невозможно отступить от тебя нечистому духу любодеяния по молитве других, молящихся Богу о тебе, если ты сам не возложишь на себя подвига, постов, молитв, многих бдений, молясь с плачем, чтобы Господь наш Иисус Христос излил на тебя милосердие свое, послал тебе в помощь благодать свою, при содействии которой возможно будет тебе противиться греховным помыслам. И врачи, составляющие лекарства для тел человеческих и употребляющие их против болезни, хотя бы сделали все зависящая от них с величайшим тщанием, но нисколько не успеют, несмотря на свою тщательность и заботы, если больной не захочет воздержаться от вредных яств и от всего, что противодействует врачеванию. То же совершается и при врачевании недугов души. Хотя бы святые отцы, эти врачи духовные, со всем тщанием, со всем усердием умоляли милосердого Господа Спасителя нашего за тех, которые просят помочь им молитвами. Но молитвы святых не принесут им никакой пользы, если они сами будут пребывать в нерадении и расслаблении, нисколько не помышляя о спасении души. Брат, услышав это, умилился и по наставлению старца начал удручать себя постами, молитвами и бдениями, чем привлек к себе милость Божию. Дух нефиста и страсти отступил от него. Десятое. Некоторый пресвитер из келии, имевший дар прозорливости, однажды идя в церковь для совершения божественной службы, увидел вне келии, в которой жил некоторый брат, множество демонов, принявших вид женщин и другие разные соблазнительные образы, виды. Они говорили непотребности, нашмехались, ликовали. Старец, воздохнув, сказал сам себе, этот брат предался лености, и потому лукавые духи окружили его и имеют его игралищем своим. Совершив божественную литургию, на обратном пути он зашел к брату в его келии и говорит ему, брат, я имею скорбь, но веруй Богу моему, что он избавит меня от скорби, если ты сотворишь молитву о мне. От этих слов брат пришел в умиление и сказал старцу, отец, я не достоин молиться о тебе, но старец начал упрашивать его, говоря, не уйду от тебя, доколе ты не дашь мне слова творить по одной молитве за меня каждую ночь. Брат обещал исполнить требования старца. Так поступил старец, желая ввести его в начало богоугодного жительства и преподать ему совершение молитвы при наступлении каждой ночи. В первую же ночь брат встал, чтобы сотворить молитву о старце. По окончании ее он умилился и сказал сам себе, о, окаянная душа, о старце ты сотворил молитву, а о себе почему не молишь Бога? И немедленно сотворил из-за себя одну молитву. Таким образом он провел всю неделю, творя одну молитву за себя, а другую за старца. В воскресный день старец, идя опять в церковь, опять увидел демонов, стоящих вне кельи брата, скучными. Старец понял, что молитва брата привела вскоре бесов. Он вошел к брату и упросил его присовокупить к первой молитве за него и вторую на каждую ночь. Брат сотворил две молитвы о старце и опять смирившись сказал сам себе, о, окаянная душа, «Приложи за себя другую молитву». Так провел он всю неделю, совершая по четыре молитвы на каждую ночь. Опять пришел в старец и увидел бесов унылыми и молчащими. Возблагодарив Бога, он пошел к брату и сказал ему, чтобы он приложил еще одну молитву за него. Брат приложил молитву за старца, приложил и за себя, и совершал на всякую ночь по шести молитву. И опять пришел старец к брату. Тогда бесы разгневались на старца за спасение брата, а старец, прославив Бога, вошел к брату и научил его не лениться, но непрестанно молиться Богу. После этого старец возвратился к себе, а демоны, видя, что брат непрестанно молится и подвизается, отступили от него, будучи прогнаны божесть Божией благодатью. Одиннадцать. Скидский пресвитер и романах, и настоятели одной из четырех церквей египетского скита, провел по случаю ночь у некоторого старца. Увидев подвижническое жительство старца и учеников его, пресвитер спросил его, имеете ли какие откровения от Бога? Старец отвечал, не имеем. Тогда сказал пресвитер, мы совершаем непродолжительные молитвословия, и Бог открывает нам все тайн, а вы несете такой подвиг бдения, пощения, безмолвия, и говоришь, что Бог не открывает вам никаких тайн. Это от того, что вы питаете греховное помышление в сердцах ваших. Они отлучают вас от Бога, и Бог не открывает вам тайн своих. Отцы, услышав это, удивились и говорили друг другу, скверные мысли отлучают от Бога. Двенадцатый. В горе Ава Антония безмолвствовали семь монахов. Почередно, а один из них, когда поспевали финики, стерег их от птиц. Между монахами был старец. Когда приходила его очередь стереть финики, он исполнял это восклицая, удалитесь от сердца моего греховного помысла, от фиников птицы. Тринадцать. Поведали нам святые старцы следующее. Некоторый монах, живший в пустыне Скита, пришел посетить святых отцов, живших в месте, называемом Келлии, где множество монахов жило в отдельных кельях. Так как в то время не случилось кельи, в которой бы он мог побыть, один из старцев, имея другую келью, незанятую, предоставил ее Скитянину, говоря, успокойся на время в этой кельи, пока не найдется, где бы тебе побыть. К Скитянину начали ходить многие из братьев, желая слышать от него слово о спасении вечным, потому что он имел духовную благодать преподавать слово Божие. Увидал этот старец, предоставивший ему келью, и уязвился завистью. Он начал негодовать и говорить, столько времени я живу в этом месте. А ко мне не приходят братья? Разве очень редко, и то в праздничные дни. К этому же встецу почти ежедневно приходят множество братьев. Затем он отдал такое приказание ученику своему, пойди скажи ему, чтобы он вышел из кельи, потому что она мне нужна. ученик пришедший к скитянину сказал ему, отец мой послал меня к твоей святыне, передай ему через меня о себе, он слышал, что ты болен. Тот возблагодарил, говоря, моли Бога о мне, отец мой, я очень страдаю желудком. 400 страница. Ученик, возвратясь к старцу, сказал, очень просит твою святыню, чтобы ты потерпел его два дня, в которые он мог бы приискать себе келью. По прошествии трех дней старец опять послал ученика к скитянину, говоря, пойди, скажи ему, чтобы он вышел из моей кельи, если он еще будет отсрочивать выход свой, я приду сам и жезлом моим выгоню из кельи моей. Ученик пошел к скитянину и сказал ему, отец мой очень озаботился, услышав о твоей болезни, он послал меня узнать, чувствуешь ли себя лучше. Тот отвечал, благодарю, владыка святыня, любовь твою, ты так заботился, озаботился о мне, за молитвы твои, чувствуешь себя лучше. Ученик возвратясь сказал старцу своему, и теперь просит твою святыню, чтобы ты подождал до воскресного дня. Тогда он немедленно выйдет. Наступил воскресный день, скитянин спокойно оставался в келье. Старец воспоминенный завистью и гневом схватил жезл, пошел, чтобы побоями выгнать скитянина из кельи. Видя это, ученик подошел к старцу и говорит ему, если повелишь, отец, я пойду вперед тебя и посмотрю, может быть, пришли к нему для посещения некоторые братья, которые, смотря на тебя, могут соблазниться. Получив дозволение, ученик пошел вперед и, войдя к скитянину, сказал ему, вот, отец мой идет, чтобы посетить тебя. Поспеши выйти ему навстречу и поблагодарить его, потому что он делает это по побуждению великой сердечной благости и любви к тебе. Скитянин немедленно встал и веселье и духа пошел навстречу. Увидев старца, прежде, нежели старец приблизился, пал перед ним на землю, воздавая поклонение и благодарение, говоря, да воздаст тебе Господь, возлюбленнейший Отец, вечными благами за келью твою, которую ты мне предоставил ради имени его, да приуготовит тебе Христос Господь в небесах Иерусалим, в небесном Иерусалиме между святыми своими славную и светлую обитель. Старец, услышав это, умилился сердцем и кинув жезл, устремился в объятия скитянина, они дали друг другу целование о Господе и пригласил Старец в гости в свои кельи, чтобы вместе вкусить пищу при благодарении Бога. Наедине Старец спросил ученика своего, скажи мне, сын, передавал ли ты брату те слова, которые я приказал передать ему? Тогда ученик открыл ему истину, говоря, скажу тебе, владыка, правду, по преданности моей, которой я обязан тебе, как отцу и владыке, я не осмелился сказать ему того, что ты приказывал, и ни одного из слов твоих не передал. Старец, услышав это, пал к ногам ученика, говоря, от сегодня ты мой отец, а я твой ученик, потому что Христос, Господь, избавил мою душу и душу брата от греховной сети при посредстве твоего благоразумия и действий, исполненных страха Божия и любви. Господь даровал благодать свою, и они все прибыли в мире Христовом, доставленном верою, святыми попечениями и благонамеренностью ученика, который, любя старца своего совершенной во Христе любовью, очень боялся, чтобы духовный отец, увлеченный страстью зависти и гнева, не впал в проступок, долженствующий уничтожить все труды его, подъятые с юности, служение Христу, для получения награды вечной жизни. 14. Некоторый брат жил в общежитии в послушании и был любим пятью братьями, а не любим одним братом. Вследствие нерасположения одного брата, он вышел из того монастыря и перешел в другой. Здесь полюбили его восемь братьев, а два возненавидели. Он вышел из этого монастыря, вступил в третий, в котором семь братьев были расположены к нему, а пять нерасположенных. Брат убежал оттуда. Он пришел к некоторому монастырю и прежде, нежели войти в него, сел и так рассуждал сам с собою. Если я буду повиноваться помыслу своему, то не достанет мест во вселенной для переходов моих. Почему отныне даю обещание терпеть? Потом он вынул бумагу и написал на ней вопрос себе. Ты вышел из нескольких монастырей, не терпя ропота и укорений. Здесь будут делать тебе неприятности больше, нежели в тех монастырях. Вспомни все поводы, побудившие тебя выходить. Все эти поводы ты найдешь и здесь. Будешь ли терпеть? В ответ он написал, во имя Иисуса Христа Сына Божия буду терпеть. Записку свил он в свиток, вложил в свой пояс и, помолившись, вошел в монастырь. По прошествии короткого времени услышал ропот братья на себя. Он огорчался, тогда вынимал записку и прочитывал написанный в ней обет свой. Во имя Иисуса Христа Сына Божия буду терпеть. При этом он говорил себе, ты дал обещание Богу, проси же у него помощи. Таким образом брат получал утешение. Невидимый враг, возмущенный терпением брата, внушил прочим монахам пытливую мысль узнать, что прочитывает брат, утешающий его. Они начали говорить, пришлет монах волшебник, прочитывает что-то и избавляется от смущения. Наконец они пошли к игумену и сказали ему, мы не можем жить с этим братом, он колдун, носит в поясе обаяние, если хочешь иметь его в монастыре, то отпусти нас из монастыря. Игумен был муж духовный. Зная смирение брата, он понял, что сказанное ему было сказано по зависти, внушенной дьяволом, и потому отвечал монахом, пойдите помолитесь, и я помолюсь, а по истечении трех дней дам ответ вам. Однажды, когда брат спал, игумен тихо расстегнул пояс его и прочитал записку, потом положил ее на место свое и застегнул пояс. После трех дней монахи пришли к игумену и спросили его, скажи нам, как ты хочешь поступить с волхвом? Игумен отвечал, позовите его. Когда он пришел, игумен сказал ему, зачем ты соблазняешь братью? Брат отвечал, согрешил, простите меня и помолитесь за меня. Игумен обратясь к братьям спросил, в чем приносили вы жалобу на него, что он сделал? Монахи отвечали, он волх, у него в поясе колдовство. Игумен сказал брату, покажи твое колдовство. Брат отвечал, я согрешил, прости меня. Игумен сказал на это, возьмите у него колдовство его. Брат не давал расстегнуть пояса своего, но это сделали и вынули записку. Записку отец отдал диакону и велел прочитать вслух всем, говоря, да постыдится дьяволу чаще человека в колдовству. Когда же прочитано было написанное в записке, во имя Иисуса Христа Сына Божия терплю. Тогда постыжены были братья. Они поклонились игумену до земли, говоря, мы согрешили, прости нас. Отец сказал им, что кланяетесь вы мне, поклонитесь Богу и поклонитесь в ноги брату этому. А брату сказал, помолись за них, чтобы им прощен был грех. И помолился брат за братья Богу. Пролог февраля 15-го. 15-е. Некоторый старец жил в монастыре вне Александрии. Старец этот был очень вспыльчив и малодушен. Некоторый юный монах, наслышавшись о нем, дал обет пред Богом, говоря, Господи, за все злое, соделанное мною, я пойду и буду жить с этим старцем, претерпевая от него все и служа ему как раб. Так и поступил он. Пошел к старцу и начал жить с ним. Старец поступал с ним как сапсом, ежедневно издеваясь над ним. Бог презрел на терпение брата. После шести лет жизни его со старцем, он увидел во сне некого страшного с великим свитком в руке. Явившийся сказал ему, что половина написанного на свитке изглаждена и сказал, вот половину твоего долга изгладил владыка по заботе и о прочем. По соседству их жил другой старец духовный и слышал всегда, как молодушествует старец и оскорбляет брата, как брат кланяется ему в ноги, а старец не прощает. Встречая молодого монаха духовный старец сговаривал ему, что чадо, как прошло сегодня, приобрели ли мы что, изгладили ли что из свитка. Брат, зная, что старец духовен, не скрывал от него таинств своих, но отвечал, да, отец, сегодня мы немного потрудились. Когда же он проводил день спокойно, не будучи ни обруган, ни оплеван, ни бит, ни изгнан, то приходил к духовному старцу вечером плача и говорил, увы, авва, нынешний день был несчастлив, ничего не приобрели мы, провели день спокойно. по прошествии других шести лет брат скончался и поведал духовный старец, что он видел брата предстоящим Богу в лике мучеников, с великим дерзновением молящегося Богу о старце своем говорящего в молитве Господи, как ты помиловал меня при посредстве его, так помилуй и его по благости твоей и ради меня раба твоего. По истечении сорока дней брат взял к себе и старца вместо упокоения. Вот какое дерзновение имеет Богу терпящие скорби ради его. Брат, испытывай себя ежедневно, рассматривая перед Богом сердце твое и исследовая, что находится в нем. Не находится ли в нем уничижение ближнего или ненависть или злоречие или зависть или подозрение или соблазн. Внимай себе, чтобы не был насеян какой-либо яд греховный в сердце твое. Помяни сказавшего, если не отпустите каждый брату своему от сердца вашего в прегрешении их, то Отец мой небесный предаст такого мучениям. Кто страшит совпадение в гиенну, тот извергает всякий вид лукавства из сердца своего, чтобы этот вид лукавства не соделался причиной низвержения его в гиенну. Внимай себе, чтобы что-либо греховное не отвлекло тебя от любви к Богу. Некоторый старец безмолвствовал наедине в келье своей. Он прожил немного лет, никогда не оставляя покаяния. Говаривал он всегда, этот век дан Богом для покаяния. Если и стратим его попуст и живя худо, то очень будем жалеть о нем, но не найдем его вторично. 17. Некоторый старый сподвижник жил в пещере и имел такое трезвение, что всегда на всяком месте, даже вне кельи, часто поверял ум свой, говоря, что, где мы? Если находил он ум свой в словословии Бога и молитвы, то говорил, хорошо, хорошо. Если же находил его занимающимся каким-либо посторонним предметом, то укорял, говоря, возвратись немедленно на дело свое. И следующее, всегда говорил себе этот старец, близок час отшествия моего, но еще не вижу в себе ничего доброго. 18. Поведал нам некоторый ученик об отце своем. Он в продолжении двадцати лет не спал, лежа на ребрах своих, но спал, сидя на том стуле, на котором он занимался работой. Употреблял он пищу во второй и третий и пятый день. Я сказал ему «Ава, ты чего ты так поступаешь?» Он отвечал мне «Я представляю перед очами моими суд Божий и, видя его, не могу переносить сего видения». Однажды мы совершали правила. Я читал псалмы и от забвения пропустил одно слово в псалме, не обратив на это внимание. Когда мы окончили службу, старец сказал мне «Я совершаю мое служение, представляю себе, что передо мною горит огонь, почему ум мой не может уклониться направо или налево. Где же был твой ум, когда ты читал псалмы и пропустил слово псалма? Разве ты не знаешь, что, молясь, стоишь перед Богом и говоришь Богу?» Опять однажды вышел старец ночью и нашел, что я сплю посреди двора кельи. Он остановился недалеко от меня и начал плакать, говоря, «Где мысль его, что он спит так спокойно?» Девятнадцать Брат безмолвствовал в некотором монастыре и молитва его постоянно состояла в следующем. «Господи, нет во мне страха Твоего, пошли мне или тяжкий недуг, или напасть, чтобы, хотя таким образом, пришла каянная душа моя, страх Твой. Знаю, что грех мой сам по себе непростителен, много согрешил я перед Тобою, Владыка, согрешил много и тяжко, но ради милости Твоей и по святой воле Твоей прости мне грех мой. Если же и этого не может быть, то помочь меня здесь, чтобы здешними муками была несколько ослаблена мука будущая. Начни казнить меня, осели, Владыка, казнить не в гневе Твоем, а в человеколюбии. Брат провел целый год, молясь таким образом сокрушения и смирения сердца, строгом посте. Между тем постоянно соприсутствовала ему мысль, какое значение имеют слова Господа, блажен и плачущие, ибо они утешатся. Однажды, когда брат, объятый печалью, по обычаю сидел на земле и плакал, напал на него тонкий сон. Явился ему Христос, возрел на него милостиво и сказал тихим голосом, что с тобою, о чем ты плачешь? Брат отвечал Господу, Господи, я пал. Явившийся сказал на это, восстань. Брат отвечал, сидя на земле, не могу встать, если ты не простерешь руки твои, не восставишь меня. Господь простер руку и воздвиг его. Явившийся опять сказал тихо, что ты плачешь, о чем скорбишь. Брат отвечал, Господи, как мне не плакать и не скорбеть, когда я столько прогневал тебя. Тогда, явившийся, простер руку свою, приложил ладонь к сердцу брата и, погладив его сердце, сказал ему, не скорби, Бог поможет тебе. Я уже не буду карать тебя, потому что ты сам наказал себя. Ради тебя я пролил кровь мою, пролью и человеколюбие мое на всякую душу, приносящую покаяние. Брат, пришедший в себя по окончании видения, ощутил сердце свое исполненным неизъяснимой радости и приял извещение, что Бог сотворил милость с ним. Прочее время жизни своей он провел в великом смирении и славословии Бога и отошел к Богу в этом настроении исповедания. Пролог 26 февраля 20. Некоторый брат, приняв монашество, поместился на жительство в горе Нитрийской. По соседству с его кельей была келья другого брата и слышал этот брат, что сосед его ежедневно оплакивал грехи свои. Когда долго не приходили ему слезы, он обличал душу свою, говоря ей, что не плачешь ты, окаянная, не рыдаешь. Если ты не хочешь плакать, то я заставлю тебя плакать. С этими словами он брал лазу и бил себя ею по обнаженному телу, доколе не появлялись слезы. Живший близ его брат удивлялся этому и молил Бога открыть ему хорошо ли поступает так мучащий себя. В одну ночь он увидел во сне брата, увенчанного венцом и стоящего в лике мучеников, причем некоторый муж приблизился к видевшему сон и сказал «Насладись зрением надоблественного мученика, и ты, пострадая ради Христа, исподобишься одного венца с мучениками». Пролог сентября восемнадцатого двадцать первое Некоторый брат-подвижник совершал молитвенное правило вместе с другим братом и, побеждаемый слезами, оставлял стихословие псалмов, предавался плачу. Однажды второй брат спросил первого «По причине какого помышления приходящего тебе направили? Ты плачешь так горько?» Первый отвечал «Прости меня, брат, когда встану на правило всегда стою как бы перед судьею моим, а себя вижу обвиненным и истезуемым судьею, который говорит «Зачем ты согрешил?» Я не нахожу слов для ответа, заграждая суста мои, оставляя стихословие и предаюсь плачу. Прости меня, я смущаю тебя, если хочешь будем совершать правило по розни». Второй брат отвечал «Нет, отец, если я и не плачу, но смотря на тебя окаиваю себя». Бог, видя смирение второго брата, даровал ему и плач. пролог двадцатого мая двадцать второе «Два брата отреклись от мира и, уйдя в Нитрийскую гору, пребывали в послушании. Бог дал им дарование слез. Одна же некоторый святой старец увидела видение обоих братьев. Они стояли на молитве, держали в руках написанные бумаги и поливали их слезами. У одного из них написано удобно, измывалось, у другого с трудом и виделось написанным как бы бледными чернилами. Старец помолился Богу, чтобы видение было объяснено ему. Ангел Господень предстал старцу и сказал «Написанные на бумагах, которые ты видел, это грехи их». Один согрешил по естеству и потому написано измывается удобно, другой же впал в грехи нечестия и осквернился через естество, почему и нуждается в большем труде для покаяния. С того времени старец постоянно говаривал этому брату «Потрудись, брат, бледное измывается с трудом». Впрочем, старец не открывал ему видение до смерти его, чтобы не охладить усердие его, а только говорил «Потрудись, брат, бледное измывается с трудом». 23. Некоторый старец пребывал с учеником в горе Антония Великого. Однажды он пошел в Египет для исправления нужд своих, взяв с собой ученика, пришедший в город и пробыв там неделю, а они увидели, что жители того города, мужчины и женщины, рано утром выходят на гробы и оплакивают мертвецов своих даже до третьего часа, то есть девятого утра. Смотря на это старец сказал ученику своему «Брат, видишь ли, как рано они начинают плач свой, поверь мне, если и мы не будем поступать так, то наследуем вечную погибель». Возвратившись в келью, они устроили себе гробы в значительном расстоянии один от другого. Ежедневно выходили на гробы и, сидя у них, каждый оплакивал душу свою, как оплакивают мертвеца. Если когда после утрен ученик засыпал, старец будил его, говоря «Брат, встань, уже сейчас времени, как те, которых мы видели, плачут на гробах». Брат постоянно жаловался старцу «Отец, у меня жестокая душа, не могу плакать». Старец отвечал ему «Понуждай себя, чадо, потерпи некоторое время в труде над собою. Бог видит труд твой, пошлет благодать свою и поможет тебе, тогда уже будешь плакать без труда». Говорю тебе, сын мой, когда сердце будет уязвлено стрелою, то уже нет для него исцеления. Точно так. Когда Бог уязвит сердце плачем, то болезненное чувство уже не отступает от сердца. Сердце пребывает болезнующим до наступления смерти. Имеющий сердце, уязвленное плачем, куда бы он ни пошел, всюду носит с собой плач и болезнь. Делает ли он какое дело, ест или пьет, или спит, при всех этих занятиях душа его непрестанно имеет занятием своим плач. Однажды старец, увидев, что ученик его насытился пищей, по случаю некоторых посетителей, сказал ему наедине, брат, разве ты не знаешь, что плач подобен вожженному светильнику? Если не будешь тщательно охранять его, он тускнеет и угасает. Плач истребляется излишеством в пище, отходит он от лишнего успокоения сном. Клеветая злоречия уничтожает его, многословие губит его, всякое телесное наслаждение растлевает его. Любящий Христа должен уделять часть Христу от всякой вещи. Брат спросил, отец, что значит уделять часть Христу? Отвечал старец, если у тебя чистый хлеб, то сбереги его для больных, а сам употребляй тот хлеб, который хуже. Если у тебя хорошее вино, то влей в него немного кислого ради Христа, который ради тебя вкусил уксусу. Если употребляешь плоды или ягоды, не насыться ими, но оставь что-нибудь для нищих, говоря, это часть Христова. Если подушка под головой у тебя мягкая, отвергни ее и положи под голову камень. Если будет холодно в твоей келье, потерпи, скажи сам себе, у иных вовсе нет кельи. Если кто нанесет тебе огорчение, помолчи ради Христа, помыслив себе, и Христа оскорбляли ради меня. Если варишь себе пищу, то не вари вкусный, чтобы не возобладала тобой страсть сластолюбия. Живи в подвиге и смирении, всегда опоминая, как жили святые. Если придет смерть и застанет нас в смирении и плача, то мы вступим в смерти в вечное успокоение. Если предложить тебе помысл прибоготовить в праздник пищу получше, не послушая этого помысла, чтобы не проводить праздника, подражая жидам, а не празднует во множестве брашен. Монах должен праздновать во множестве плача, слез и умиления. Если услышишь, что кто-нибудь ненавидит и поносит тебя или клевещет на тебя, то пошли к нему подарок соразмерной силе твоей, чтобы идти без дерзновениям сказать в день суда, оставь мне, владыка, долги мои, как и я оставил должникам моим. Когда придут к тебе посетители, ты, увидев их издалека, встань на молитву и скажи Господи Иисусе Христе, избави нас от злоречия и от осуждения ближних. После этого прими их с любовью, угости чем можешь и побеседовать с братьями благочестно, побеседовав, отпусти их с миром. Если хочешь стяжать плач, то понуть себя, чтобы все вещи твои, все принадлежности келии твоей были смиренны, подобно имуществу нищих, просящих хлеба. Если стяжешь книги, не украшай их блестящим переплетом, не надевай новой одежды, доколе не износишь старой, не развесь платка у пояса, щегольством отгоняется плач и умиление. Если увидишь у брата какую келейную принадлежность или какое-либо земледельческое орудие, и оно полюбится тебе, удержи сердце твое, и научи его отнюдь не любить ничего иного, кроме Христа. Если поленишься встать ночью к утренне, не дай пищи телу твоему, потому что, говорит Писание, празднуй, да не ест. Истину говорю тебе. Если мирской человек украдет, что, то это меняется ему в вину. Так Бог поставит вину всякому иноку, если инок не по причине послушания или болезни или великого труда, упустит какую-либо церковную службу. Однако и от больного, и от трудящегося требуется молитва умная, могущая совершаться и без участия тела. Хранись от злоречия. Злоречие смерть души. Если брат принесет тебе подарок в знак любви, и ты знаешь, что он беднее тебя, то воздай ему подарком большей цены. Если же не имеешь чем воздать, поклонись брату до земли и скажи ему, прости меня, Господа, ради я нищ, а Господь воздаст тебе мзду за любовь твою. Если слышишь или читаешь поведение о житиях святых, поведание отцов, то и ты начни жить подобно им, призывая имя Господа, чтобы он укрепил тебя. С постоянством пребывай в добрых делах, которые ты начал, воссылай хвалу Богу. Если же оставишь какое дело по немощи, сознай твою немощь, уразумей твое окаянство, смири твою мысль, и непрестанно обличай душу твою по поводу начатых и неоконченных добрых дел твоих. Если ты впал в плотские грехи, не вспоминай, не размышляй, каким образом ты сделал их, потому что таким воспоминанием и размышлением осквернится душа. Моли о грехах твоих Христа, говоря, Господи, ты знаешь грехи мои, и ты, если хочешь, можешь очистить их, а я не смею помышлять о них. Если живешь в пустыне и уразумеешь, что Бог посещает тебя благодатью своею, то да не вознесется сердце твое, напротив того, скажи, Бог, в виде расслабления немощи мои, немощи, творит милость свою со мной, чтобы я не ослабел окончательно, но терпеливо пребывал в подвиге. Если ты превознесешься даром благодати Божией, то Бог отнимет от тебя дар. Если брань любодеяния разжигает сердце твое, то разыщи начало брани, разыщи, на чем основывается она, с чего началась, и исправься. Брань любодеяния восстает в человеке от много едения, от много питья, от многого сна, от превозношения и величания, когда кто мнит о себе, что он лучше братьей, что благоговейно служит Богу, что проводит целомудренную жизнь, когда осуждает других и считает их грешными. Без этих причин брань любодеяния не восстает в человеке. Если удержишь чрево, не будешь осуждать никого из согрешающих, не будешь думать о себе, что хорошо живешь, или что дела твои благоугодны Богу, то брань любодеяния отступит. Живи по возможности в нищете, искудости, и помогай неимущим и нуждающимся. Плачь и слезы свойственны пребывающим в нищете и имеющим в сердце залог милости ко всем ближним, без исключения и различия. Двадцать четвертое. Некоторый старец-подвижник имел учеником ленивого брата, который, видя старца постящегося и не идущего по шести дней, сказал ему отец. Некто сказал, что многое пощение приводит в гордость. Страница четыреста десять. Старец отвечал ему, если будем разуметь так, то уже не леность ли или небрежение приводит в смирение? Не надо ли идти отсюда в город, жениться, есть мясо и пить вино? Горе нам, чадо! Мы поруганы и обольщены врагом нашим, вместо того, чтобы принимать и усваивать это обольщение, говоря во всяком деле твоем ежечасно. Говори, ныне, если Бог посетит меня смертью, что мне будет от праведного судьи? И внимай, что скажет в ответ совесть твоя? Если она осуждает тебя в чем или обличает по отношению к какому-либо делу, высокоумии, то немедленно оставь такое дело, возьми за другое, которому уповаешь благоугодить Богу. Инок делатель же частно должен быть готов на исшествие в путь свой, в тот путь, который предлежит душе по разлучению ее с телом. Если или пьешь, или что другое делаешь, говори в себе непрестанно, если теперь позовет меня Господь, что будет? И наблюдай, какой ответ даст тебе совесть твоя. Постарайся сделать то, что она тебе скажет. Если направишься на великое пощение, бдение, подвиги, труды, потом ослабеешь в них, то немалодушествуй, но начни снова. И не приставай так поступать, даже до дня смерти твоей. В каком дело не отойдешь, в таком и будешь судим. Или в пощении, бдении, труде, или в лености. Почему ты должен всякий час, год, месяц и неделю рассматривать себя, в какой добродетели ты сделал успех, в бдении ли, в постели, в молитве ли, или в безмолвии, в особенности же преуспел ли в смирении. Истинное преуспеяние души состоит в том, чтобы ежедневно делаться покорнее Богу и говорить себе, каждый человек лучше меня. Без этой мысли, если кто и чудеса творит и мертвых воскрешает, далече отстоит от Бога. Если пойдешь вопросить о чем какого-либо старца, и он помолит и велит тебе сесть, скажи ему со смирением, отец, скажи мне слово о спасении и о жизни вечной, как приобрести их, и помолись за меня, потому что я имею много грехов. Более этого не говори, если он о чем сам не спросит. Если брат поверит тебе свою тайну, а другой будет заклинать тебя, чтобы ты открыл эту тайну ему, смотри, не объяви тайны брата своего, не убойся заклинания, заклинающий сам понесет грех своего заклинания. Если не имеешь умиления в душе, то разумей, что имеешь величание в сердце твоем, или побеждаешься многоедением, то и другое не допускают душу прийти в умиление. Если оскудеют у тебя телесные потребности, не скажи человеку, дай мне, напротив того, возложи на Господа попечение твое, и не оставляй Бога, и Тот пропитает тебя. Простящий у человеков не верует, что Бог поможет им, может помочь. Когда человек сам собою даст или принесет тебе что, прими с благодарением, если нуждаешься, как посланное от Бога. Если же не нуждаешься, то никак не принимай. Может быть, и враг тебя искушает, чтобы ты принял то, в чем не нуждаешься. Приучи себя не смотреть на чье-либо тело, если же можно, то на свое не смотри. Если Бог даст тебе плач и умиление, то плача, не помышляя в себе, что ты делаешь что-либо великое. Тем более смиряйся и укоряй себя. Когда Бог видит, что человек хвалится о слезах в сердце своем, тогда взимает от него плач, и бывает сердце его жестоко, как камень. Бог оставляет его, чтобы он смирился и познал всю немощь. Если не имеешь смирения в душе, то стяжи телесное, а тело оно перейдет к душе. Если вопрошаешь о чем-либо твоего отца и слышишь от него Слово Божие, то постарайся исполнить то, что ты услышал. Если же вскоре ослабеешь или забудешь и не исполнишь, то не приставай по этому поводу вопрошать. Вопрошающий, слышащий и неделающий задирает себя и смиряется, а от всего получает некоторую милость от Бога. Не вопрошающий не слышит, не прислушивается, не смиряется, не обретает милости. Если похвалит тебя человек в лицо, ты немедленно вспомни грехи твои и скажи ему, брат, ради Господа не хвали меня, я окаянин и недостоин похвалы. Если хвалящий тебя человек знаменитый, то скажи так, прости меня, владыка, а в себе молись Богу, говоря, Господи, покрой и избавь меня от ложной похвалы человеческой. Если впадешь в любодеяние и будет близко место жительства того лица, с которым ты пал, то уйди из этого места, потому что живя в этом месте, не будешь иметь возможности покаяться. Если видишь собственными твоими очами брата блудодействующим или соделывающим другой какой грех, то не осуди его, но помолись Богу о нем, говоря, Господи, сохрани брата моего и меня от обольщения демонами. к этому присовокупи. Проклят будь ты дьявол, это твое дело, брат мой не сделал бы его сам по себе. И наблюдай сердце твое, чтобы оно не осудило брата и не отступило от тебя Святой Дух. Если перед тобою брат будет окриветовать брата, то не скажи ты, да, точно так, но или молчи, скажи брат, я сам грешен, будучи в сестре осужденных, никак не могу судить другого. Так спасешь и себя и душу говорящего с тобой от осуждения. Если впадешь в болезни и попросишь у кого какой вещи тебе нужной, а он не даст тебе просимого, то не опечалься на него в сердце твоем, напротив того, скажи. Если б я был достоин получить, Бог вложил бы в сердце брату моему, и он дал бы мне. По отношению к принятию монашествующий разделяется на отречина. Отцы наши, достигшие совершенства, не скоро принимали от кого что-либо. Средние не просили ни у кого ничего, если же кто от себя давал им, то принимали с благодарением, как посланные от Бога. мы мы недостаточны в силах, чтобы трудами приобретать нужное себе, то просим со смирением, зазирая себя непрестанно и укоряя, как немощных. Когда Бог пошлет плач и умиление душе твоей, или на краткое время, или на многие дни, тогда оставь всякое рукоделье, пребывай в том плаче и умилении, как в делании самонужнейшем. Может быть близок день твоей смерти, и по этой причине Бог послал тебе плач и умиление, чтобы посредством их ты обрел милость. Как дьявол, видя приближающийся конец жития человеческого, особенно старается погубить человека, так и Бог при кончине посылает какое-либо особенное средство ко спасению. Очевидно, что тот пост и те подвиги приводят в гордость, которая совершается на показ человеком, или с гордой целью достичь высокого духовного состояния. Подвиги в разуме приводят к смирению. Приводят подвиги к смирению, когда совершаются с целью покаяния, с целью обуздания страстей своих. Святые отцы, достигшие сверхъестественного благодатного состояния, проходили сверхъестественные подвиги. Вообще, древние иноки при крепости телосложения, которые ныне не встречаются, были способны к усиленным подвигам. Мы не можем иметь таких подвигов, но подвиг, соответствующий силам и обуздывающий страсти, возможен для нас. Такой-то подвиг и есть подвиг существенно полезный, существенно нужный. 25-е Некоторый монах имел сестру по плоти монахини. Услышав, что она больна, он пришел в монастырь ее, чтобы посетить болящую. Субтитры 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 Субтитры